Сегодня состоялось заседание Комитета Магаданской областной думы по экономическому развитию, бюджету и налогам. Одним из вопросов, которые рассмотрели региональные депутаты, стал проект закона Магаданской области, предусматривающий дополнительный запрет торговать алкоголем еще два дня в году. Вечерний Магадан напоминает телезрителям, что действующие на территории Колымы ограничения уже предусматривают запрет торговли алкоголем пять дней в году. Данный законопроект подготовлен в связи с неблагоприятной ситуацией с уровнем алкоголизации в Магаданской области. Мы из года в год находимся на последних местах в национальном рейтинге трезвости, который ведет член общественной палаты Султан Султанович Хамзаев. Как и в прошлом году, как и в 2019 году, так и в 2020 году мы заняли 81 место из 85. При проведении публичных обсуждений нас поддержали все муниципальные образования Магаданской области и подавляющее число со стороны бизнес-сообщества, подавляющее число бизнесменов. Неизвестно, на какую реакцию депутатского корпуса рассчитывал инициатор очередной запретительной меры, но идею по двум дополнительным дням запрета торговли алкоголем депутаты завернули. Так, коллеги, пожалуйста, вопрос к Михаилу Владимировичу. Я категорически против этих законов, я буду против голосовать. Я считаю, что те законы, которые у нас есть, они практически достаточны по тем дням, которые уведены. Ваше выступление, оно фундаментальное в некоторых вопросах, но в то же время оно неубедительное. Я сам являюсь свидетелем того, когда люди, которые идут на Якутию, то есть уезжают туда дальше, то есть спиртное это покупается в Магаданской области, то есть с десятками ящиков. Но в любом случае, то есть вот эта статистика, которая есть, она складывается на статистику Магаданской области и показывает, что у нас получается 140 тысяч населения пьет как 360 тысяч. Ну такого не бывает. Это что за бредятина такая? Кто вам это в голову вложил? Кто вам это вложил в голову? Вы посмотрите, если вы были в Москве или в Санкт-Петербурге, это одна история. Вы людям практически берете, то есть перекрываете где-то, что-то кисходит. Какая цель? Логика какая? Дело в том, что Магаданская область не имеет могучей сельскохозяйственной базы, из которой, так сказать, изготавливается самогон в машине своей, в центральных и южных районах стран. Но у нас вот данные честные. А всю, как раньше говорили в старое время, казенку никогда не покупали в сельской местности и в райцентрах центральной части России. Поэтому ставить нас заведомо на какие-то в девятом десятке позиции было бы некорректно. Мы ни лучше, ни хуже. А если с учетом брать образовательного ценза на территории Магаданской области, у нас культурное население. Так что не надо себя записывать в лузеры. Это приведет, со слов уступающего, к пропаганде здорового образа жизни. Когда запретительные меры приводили пропагандистский какой-то эффект. Запретительная мера потребления алкоголя приведет к пропаганде. Что за бред? Подавляющее большинство членов депутатского комитета отклонило проект закона о введении дополнительных дней в году, торговать алкоголем, в которые запрещено.